Приветствую вас. Для начала, по вашему такому состоянию, я бы сказал, что, во-первых, у вас были очевидно какие-то ожидания относительно того, как все реагируют на ваши перемены. Ну, вероятно, были какие-то ожидания и по молодому человеку, да, вот, и по родителям были, наверное, какие-то ожидания, вот, ну, я только думаю, я не знаю, я не знаю, как на самом деле обстоят дела, мне так кажется, что, вот, ожидания у вас были немножко другие, вот, ну, в итоге, конечно, все сложилось так, как сложилось. Вот, я бы вас, в первую очередь, наверное, спросил, а вот когда, вот когда... так вот как вы хотели, не получилось, а что вы почувствовали, что вы ощутили? А вот это мне кажется, что здесь достаточно важным таким моментом, потому что вы нас это рассчитывали, а вы что-то хотели. И очень мне кажется важным поисследовать этот момент. То есть поисследовать этот момент для того, чтобы постараться выяснить, что конкретно вы хотели? Чтобы вам было нужно. Вот. Это было бы очень полезно, было бы очень интересно для вас. Ну, не получив поддержки от своих родителей, получается вы сами расстрелились. То есть это вот такая, ну, такая вот ваша реакция на то, что они, ну, отказались. Принимать вашего ребенка, то есть они не наставят на аборт, а вы, если я правильно понял, вы аборт не хотите. И вот тут на самом деле еще такой момент, как мне кажется, достаточно интересный появляется. Почему, собственно, ваши родители так против ребенка? То есть, ну, почему они так вот категорично его не хотят? Как будто бы, ну, не знаю, как будто бы бояться его или как будто бы не верят вам, что вы справитесь с ним или что-то вот такое, как-то вот так. Да? То есть я бы, конечно, ну, посмотрел бы, может быть, родители ваши чего-то опасаются, может быть, они чего-то знают. Да? В целом, я бы здесь сказал бы, что вот по вашему технику, считывается, что вы, ну, нуждаетесь в поддержке сейчас, чувствует, что вы нуждаетесь в том, чтобы вас успокоили, чтобы вам как-то, ну, и чтобы вам как-то вот дали понять, что все будет хорошо, вот. И вам не дают понять этого, и вы чувствуете себя, ну, плохо из-за этого. Вот. То есть, как бы, тут вот такая проблема может быть. Хотя оно не единственное, безусловно, вот. Мне кажется, мне кажется, что вам бы сейчас не помещала бы вот эта вот поддержка, да? То есть, просто вот учиться просить поддержку, ну, то есть, просто вот учиться просить поддержку. Получать ее, получать ее, уметь ее получать. Вот. Но, в то же время, мне кажется, что, поскольку вы разочарованы, да? Вот, совершенно очевидно так, что вы разочарованы, вот. Вот, что мне кажется, что было изначально нечто, нечто, что вы идеализировали, вот. И сейчас вы столкнулись с тем, что это не совсем так, на данный момент столкнулись. С тем, что это вот не совсем так, то, что вы вот, ну, так или иначе предполагали, то, на что вы рассчитывали, да? Вот, это оказалось не совсем так. И вам, конечно, тяжело. Я не сомневаюсь в том, что вам тяжело и трудно. Вот. Вот. Ну, идея заключается в том, моя, чтобы вы постарались для себя из этого вынести урок, чтобы вы постарались для себя, ну, какие-то вещи. Увидеть. Вот. И... Эм... Тогда, мне кажется, вы могли бы немножечко из своего такого вот... депрессивного состояния выйти. Вот. Ну, конечно, конечно, не сразу. Сейчас вы не знаете, что вам делать. Вот. Эм... 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 Важные вопросы. Важные проблемы. А... Важные решают в вас... Друг... Ну, другие люди. И, когда они этого не делают... Вот... то вы теряете, что вы не привыкли самостоятельно нанести ответственность. Почему? Хороший вопрос. Ну, вероятно, что здесь я даже думал, вы думаете, что здесь слишком большое количество переменных, которые вы должны учитывать, то есть, словно говоря, здесь не только то, что вы, например, хотели бы сделать, но есть еще то, что вы сделать должны, например, оправдать все-то ожидания, да, например, там сделать так, чтобы родители ваши были, ну, к примеру, счастливы, довольны, вот чтобы они там не обижались на вас, допустим, не садились на вас. Вот, значит, вот, когда вот так, то вам хорошо, в принципе. Ну, когда ночью, то появляется тревога, тревога. И, как я и говорил, слишком много переменных. Вот, соответственно, эти переменные вам мешают, мешают вам принимать решения, мешают вам действовать так, как вы хотели бы, вот. И, собственно, гоняют депрессию, потому что, опять же, это ожидание. Это некие внешние факторы, которые в вашем восприятии влияют на ваш выбор. Я уверяю, что вы их не можете, по, там, ну, по ряду причин. Дальше, смотрите, вы, мне кажется, теряетесь, теряетесь, когда речь заходит о том, что действия, поступки могут быть неправильными. Слово, совсем, слово вообще. И вот эта вот опора идёт на правильную поступку. И, ага, то, что вы хотите сделать, вот сейчас, спрашивая нас, о том, как правильно поступить. Это, по-моему, по-моему, тоже самое. Вернуться вот в привычное русло, своё, да. Вот, чтобы знали, что, там, кто-то сказал, как поступить правильно. Только теперь не родители и молодой человек, например. А, ну, мы психологи. Может, кто-то ещё. То есть, по сути, проблем не решает изначально ваша проблема в том, что вы хотите, чтобы было правильно. И считаете, что какое-то решение, оно сто процентов верно, сто процентов адекватно. На самом деле, нет. На самом деле, бывают такие случаи, когда правильно поступить нельзя. Да? То есть, например, вот, допустим, в случае с абортом, вот, ну, я вашу именно ситуацию не знаю, но довольно легко предположить, что, допустим, стоит выбор между абортом и тем, что после рождения, ребёнок, вот, в силу, так сказать, своих особенностей, будет очень сильно влиять на обиджат изменений, да. Вот. И, как бы, ну, не зарабатывать родители столько, чтобы, вот, адекватно обеспечивать себя и ребёнку, да. Потому что они, там, могут и перебиться, да, чем-то, они, там, могут не боиться, там, пару дней, и, там, надежду могут поберечь, да, и, там, ещё на какие-то хитрости попасть и в целых экономии, а с ребёнком такого не будет. И тут выбор, или апорт, или вот такая вот жизнь на грани той, как бы, за грани бедности. И тут нет правильного решения, потому что и то, и то неправильно. Ну, то есть, вот, с той, вот, позиции, которой вы предлагаете смотреть на это. То есть, позиция, которая, вот, ну, которая бы, например, учитывала бы интересы всех, или которая была бы одобряемой. Ну, так как, такой нет позиции, нет такой позиции, потому что, вот, в примере, которое я привёл, там, как бы, это вот две, две ценности. То есть, одна, как бы, ценность говорит, что жизнь, любая жизнь, она, как бы, является, вообще, неподвластной человеку, и, ничего, он, там, с ней права делать не имеет, да. А другая ценность говорит, что, ну, самое главное, это достоинство человека, и человек, которых достоинства не имеет, вот, ну, в силу, там, болезней, в силу, там, обстоятельств, в силу, в силу, еще каких-то аспектов, вот. Ну, он имеет право простить эстаназию, и аборт, в данном случае, это эстаназия. То есть, всё, как бы, ограничивается именно этическим фактором, по большому счёту, фактором морали. Но фактор морали – это такая манипуляционная история, которая призвана поступить, эээ, которая призвана заставить человека поступить так, как, эээ, вообще-то, вот, выгодно кому-то. Потому что, эээ, я уверен, что, эээ, вы знаете ответ, потому что вы знаете, что вам делать. А у вас вопрос не стоит так, как я привёл пример. У вас вопрос, эээ, стоит немножечко по-другому, и это хорошо. Но, не менее, не менее, серьёзно. И это делает вас точно такой же, эээ, как и других людей, которые оказались в таких или подобных выборах. И ответ, повторюсь, лежит внутри вас. Он не лежит где-то во мне, он лежит внутри. Потому что во мне это всегда либо сомнение, либо, либо, образно, эээ, говоря, что-то вроде клетки. То есть, либо это сомнение, либо это сомнение, эээ, сомнение, эээ, вот. Либо это клетка. В каком смысле клетка? В каком смысле, ну, в каком смысле это клетка? Клетка-то в том смысле, что, ну, не, не слабо, не слабо, не слабо, вот. Как бы, вот, в этом смысле я бы сказал, что это, эээ, ну, что это клетка. Потому что, ну, если решение принимается не вами, да, а кем-то другим, допустим, вот, то, ну, это надо начать начать, чтобы не слабо, вот. И вот эта свобода, она усиливается, она нарастает, она становится более ощущаемой. И вот ваша депрессия, как мне кажется, это больше как раз, эээ, про то, эээ, что... Вот, что-то вы, на что-то вы очень сильно надеялись, вот, эээ, на что-то вы очень сильно рассчитывали, до этого не произошло, и теперь вам смотрят на плохо. Вот. То есть, как бы, вот тут, эээ, такая вот, ну, немножко, эээ, в какой-то степи, степени, да, эээ, щекотливая ситуация. Вот. И мне кажется, что нужно вам сперва разобраться с этим, чтобы как-то вот более, эээ, более в собственных, эээ, в собственной парадигме, эээ, мыслить, в собственных парадигме двигаться, в собственных интересах и собственных желаниях, эээ, как бы, видеть, видеть, эээ, стимулятор, эээ, и мотив своих действий, своих решений. Эээ, а мнение у других людей будет всегда, пусть оно будет, оно хорошее и неплохое, пусть оно будет, но это мнение, оно призвано подчеркнуть вашу позицию, оно призвано подчеркнуть вашу точку зрения. И, эээ, то, что происходит сейчас, в какой-то степени кризис, но этот кризис, эээ, может вас, эээ, выдернуть, вывести на новый уровень. Если, эээ, вы решите, например, заняться психотерапией, да, или может, эээ, сделать вам безвольно, если вы решите всё-таки найти, эээ, правильное решение. На этом всё. Я надеюсь, что ээээ, мой ответ был вам полезен. Ээээ, я хочу пожелать вам удачи, я хочу, ээээ, пожелать вам принятия решения, эээ, и всё-таки я бы рекомендовал вам, эээ, если у вас есть предотврение на депрессию, во-первых, обратиться к местному врачу-терапевту, либо в психологический центр обратиться и на психотерапию обязательно, чтобы вот регулярно там какое-то время походить. Спасибо вам, самого доброго!